МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом месте привлечен 41 гражданин за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Осуществлялась охрана общественного порядка при проведении четырех мероприятий с массовым пребыванием граждан. Нарушение общественного порядка не допущено. За неделю произошло пять дорожно-транспортных происшествий. Причинен материальный ущерб. С 10 июня 2019 года и до конца навигации на территории Ненецкого автономного округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Навигация» в целях поддержания правопорядка на территории округа в период навигации и осуществления контроля за гражданами, убывающими и пребывающими речным путем на территорию округа. 7 августа 2019 года на территории города Наринмара и поселка Искателей проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В ходе мероприятия сотрудниками полиции проверено 53 адреса возможного проживания неплательщиков штрафов. С 33 гражданами проведены профилактические беседы о необходимости своевременной оплаты штрафа и ответственности в случае его неуплаты. Вручено 14 квитанций для оплаты штрафа. Предоставлены квитанции по оплате трех постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму 1505 рублей. Составлено 10 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Неуплата административного штрафа в срок. По результатам рассмотрения дела мировым судьей вынесено 6 решений о наказании. По трем административным материалам обязательные работы в общем количестве 75 часов. По трем административным материалам административный арест 14 суток. Остальные находятся в производстве. В адрес службы судебных приставов исполнителей направлено 50 неисполненных постановлений для принудительного взыскания. С 10 на 11 августа 2019 года на улицах города Наринмара и поселка Искателей сотрудниками госавтоинспекции проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Проверено 127 единиц транспорта. Выявлено 10 административных правонарушений, из которых одно по части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, либо лишенным права управления транспортными средствами. Управление МВД России по Ненинскому автономному округу напоминает жителям, что сообщая о террористическом акте, вы посягаете на общественную безопасность. Нарушается нормальная деятельность учреждений, отвлекаются значительные силы и средства правоохранительных органов, причиняется вред интересам конкретных граждан. Как только вы сообщили заведомо ложные сведения об акте терроризма, преступление считается совершенным. Форма выражения сообщения может быть разной, устной и письменной, в виде телефонных звонков или видеороликов. В 2019 году по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации осужден один житель Ненинского автономного округа. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде штрафа в размере до 2 миллионов рублей или лишения свободы сроком до 10 лет. Данное противоправное деяние представляет собой очевидную общественную опасность. Ложные сообщения нарушают нормальный ритм жизни, парализуют работу учреждений и организаций, вызывают необходимость в эвакуации людей. Все действия сотрудников правоохранительных органов, задействованных в отработке информации о готовящемся преступлении, основываются на существовании реальной угрозы жизни и здоровья граждан. Поэтому по всем поступившим сообщениям проводятся тщательные проверки с целью недопущения возможных негативных последствий. Это приводит к вынужденному отвлечению сил и средств экстренных служб от исполнения прямых обязанностей. На сегодняшний день современные технические средства позволяют полицейским устанавливать авторов сообщений в кратчайшие сроки. Полицейские предупреждают граждан о том, что действующим законодательством Российской Федерации за заведомо ложные сообщения об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает при достижении гражданином 14-летнего возраста. 16 августа 2019 года с 15 до 17 часов в Управлении МВД России по Ненинскому автономному округу, расположенном по адресу улица Выучейского, дом 13 города Наринмара, состоится прием граждан, временно исполняющим обязанности начальника управления, полковником внутренней службы Сергеем Сахаровым, совместно с председателем Общественного совета при УМВД Николаем Кольчишковым. Граждане могут предварительно записаться на личный прием по абонентскому номеру 8 818 53 4 25 37. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления МВД России по Ненинскому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова